Всем привет! Сегодня я буду рассказывать, как я делаю василек. Для этого понадобится бумага синих оттенков. Для начала подготовим основу. Для этого я использую плотную бумагу. Подойдет картон от любой упаковки. У меня отрезок шириной 12 на 60 сантиметров. Также понадобится труба диаметром 2,5 сантиметра. С помощью трубы скручиваем и склеиваем трубку основания. Клеить можно обычным клеем или с помощью горячего пистолета. Большой разницы в клее нет. Клеить нужно плотно, скручивая бумагу по трубе. Но не приклеивайте ее к трубке. Когда клей подсохнет, трубку можно убрать. Зафиксируем склеенную трубку скотчем для прочности. Один из концов трубы нужно будет заклеить. Для этого из той же бумаги вырезаем круг чуть большего диаметра. У меня это 8. Обводим трубку и по направлению к образовавшемуся внутри круга кружочка делаем надрезы. Затем приклеиваем круг, загнув надрезы. Форму пока отложим в сторонку. Приступим к раскрою бумаги. Сначала я возьму самый темный цвет, фиолетовый, тон 555. Я работаю по-прежнему с итальянской бумагой плотностью 180 грамм. От рулона отмеряю 50 см. Отрезаю. Полученное полотно разделю на 4 равные части по 12 см. Последнее полотно разрежу еще раз пополам по 6 см. Последнее полотно разрежу еще раз пополам по 6 см. И прорезаем с обеих сторон не до конца. Оставляю 1,5 см. Дальше нам понадобится небольшая полоска плотной бумаги. И с ее помощью начнем вырезать мелкую бахрому. Ширина полосок не должна превышать 3 мм. Полученную бахрому закручиваем. Со вторым маленьким отрезком поступаем аналогично. В итоге две полоски пока в сторону. Потренировавшись на маленьких приступим к большим. Складываем полоски и разрезаем с обеих сторон не до конца. Оставляем по 2 см. С помощью все той же картонной полоски нарезаем бахрому. Ширина прорезанной бахромы не должна превышать 5 мм. Нарезаем с обеих сторон не до конца. Первую полоску бахромы скрутим потщательнее. С остальными полосками поступим так же. Руки от скрутки станут синими. Но это не страшно. Краска смоется водой с обычным молом. Бахрому скрутить можно собрав всю полоску в мелкую складку и растереть ее между ладонями. Кончики подкрутить при необходимости пальчиками. Отложим полоски в сторону. От рулона бумаги отмеряем 25 см. Отрезаем. Полученный отрезок делим на 4 равные части по 12 см. Последний отрезок разрезаем с одной стороны до конца. Одна часть уйдет на декор картонной основы. Вторую часть разрежем пополам по 6 см. 6 см маленькие полоски превратим в бахрому. Способ уже известен. Полоски побольше 12 см. Необходимо также нарезать в бахрому и закрутить. Полоски бахромы подготовлены. Можно приступать к работе с клеем. Для начала поработаем с мелкими полосками. Хотя я забыла об одном маленьком деле. Из самой светлой бумаги голубого цвета нарежем мелкие полоски. 4 мм на 16 см. Полосок понадобится примерно 30 штук. 5 полосок разрежем пополам по 8 см. В итоге получится 25 длинных и 10 коротких. Полоски скрутить по принципу похромы. Кончик слегка загнуть. Обработать нужно и большие и маленькие полоски. Картонную трубку основу оборачиваем фиолетовой бумагой. Наклеиваем так, чтобы полностью скрыть картон под бумагой. Наклеим с небольшими промежутками голубые полоски. Голубые полоски равномерно распределяем по всей поверхности маленькой бахромы. И продолжаем скручивать. Продолжаем скручивать. Ленточки скручены. Получилась прикольная серединка с голубыми усиками. Со стороны заклеенного конца нашей основы наливаем клей и хорошо фиксируем получившуюся середину. Все, начало положено. Приступаем к бахроме 12 см. Склеим все отрезки бахромы между собой. И в произвольном порядке с промежутками зафиксируем несколько голубых полосочек. К нашей форме большую бахрому приклеиваем таким образом, чтобы кончики бахромы сошлись по высоте. А голубые полоски возвышались над темной бахромой на 4 см. Продолжаем скручивая наклеивать, не забывая вставлять голубые полоски. Необходимо постоянно следить за ровностью наклейки нижнего и верхнего краев. Продолжение следует... 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 серединка цветка готова немного растормошим края и пока отложим серединку в сторонку для цветка нам понадобится еще немного темной бумаги от рулона отмеряем 25 сантиметров отрезаем полученное полотно разрежем на 4 равные части по 12 сантиметров правда нам понадобится только два отрезка из полосок нарезаем бахрому и скручиваем ее полоски пока отложим в сторону и займемся основными лепестками василька для лепестков я выбрала насыщенно голубую бумагу 557 тона от рулона отмеряю и отрезаю 1 метр полученное полотно разрежу на две равные части по 25 сантиметров получившееся метровое полотно поделим пополам еще раз пополам и еще раз пополам получаем полотно 12 на 25 сантиметров прорезаем с обеих сторон до конца со вторым метровым полотном проделываем все то же самое из заготовок 12 на 25 сантиметров предстоит вырезать и сформировать лепесток сейчас я покажу несколько способов нарезания главное в лепестке должно быть 5 тоненьких лепестков первый способ сложим полотно 5 раз и вырезаем острый лепесток затем прорезаем лепестки оставляя не тронутым 10 сантиметров второй способ вырезаем лепестки по одному и также не прорезаем до конца оставляя 10 сантиметров третий способ сложим заготовку пополам и вырезаем сначала крайние лепестки затем два следующих и последний с учетом того что он сложен пополам лепестки получаются одинаково хорошо какой бы способ вы не выбрали сформируем лепесток загнем кончик в легкую дугу немного заострим кончик затем слегка осторожно растянем каждый лепесток главное формирование лепестка не разорвать прорезанные лепестки у основания у основания соберем в гофрировку и зафиксируем это степлером кончики у основания примерно полтора сантиметра загнем на один круг понадобится примерно 8-9 лепестков из метра как раз получается 16 лепестков поэтому нам хватит на два круга все лепестки готовы можно начинать процесс крепления лепестков на основу предварительно усилий место сгиба лепестка полоской плотной бумаги клеем по кругу без нахлёста клеем по кругу без нахлёста 1 крючок заканчивается 1 круг закончен в стороне дожидается своего часа два полотна нарезанной темной бахромы берем один из этих отрезков и приклеиваем совмещая края второй круг лепестков клеим стараясь попадать в промежутке предыдущего ряда цветок получается милым завершаем работу над лепестком приклеиваем вторую полоску бахромы все цветок наполовину готов теперь нам предстоит сделать чашелистик для чашелистика понадобится пластиковая бутылка в работу пойдет только верхняя ее часть разрезаем бутылку примерно в 16 сантиметрах от горловины острые края заклеиваем отрезками зеленой бумаги подготовим листочки от полотна темно-зеленой бумаги отмеряем и отрезаем 10 сантиметров полученное полотно разрежем на 8 равных частей по 6 сантиметров каждую полоску сложим и разрежем до конца с обеих сторон вырезаем острый лепесток для придания объема окрасим кончики листья с помощью поролона и краски более темного оттенка я использую фиолетовую тушь для защиты рук я одела перчатки и вам советую в противном случае руки будут фиолетовыми очень долго наносим краску и даем подсохнуть краску наносим неравномерно на края поплотнее центру листка менее интенсивно должен получиться плавный переход оттонированные листочки придадут естественный вид чашелистику лепестки на чашелистике располагаем в шахматном порядке клеить начнем от отрезанного края бутылки и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...